Уолтер Уайт выступил, а Кальбукерки, между тем, уже все ближе и ближе, пока еще с той стороны границы, но тем не менее все ближе и ближе, приближаются два Конкистадора. Два Сикарио. Сикарио. Они едут по Мерседесе прям щикарным по какой-то очень сильно непрезентабельной пустыньке, и приезжают к деревеньке еще более непрезентабельной, которая вот буквально как будто вырезана из фильма Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Даже, наверное, еще хуже. Вот. Там яркие представители, как говорил Аарон Яковлевич Гуревич, безмолвного большинства, а именно какие-то местные крестьяне сопают землю. Леоны. В количестве папы, мамы и дочурки мелкой. Тут же пасется коза. Где-то сушится белье свежепостиранное. Такое тоже очень непрезентабельное. Пионы, да. Вот у них во дворе останавливается Мерседес такой. Ну, это примерно как если бы у нас сейчас на Дворцовую площадь имперский Стар Дестроер приземлился. Вот примерно так это выглядит. Мы бы тоже все сразу оказались безмолвствующим большинством. Так. И он сейчас выходит. Они гораздо лучше Арнольда Шварстеггера выступили в фильме «Терминатор», потому что тот вступил в диалог – «Мне нужен твою одежду и мотоциклу». Эти вообще ничего не спросили. А они просто подошли к веревке со шмотками, там это... Годи. Молча. Поскидали из себя свои шикарные шмотки и оделись в пейзанское. Только с казаками не расстались. Казаки шикарные, удобные. Дорого. Дорого. Ну, и опять же, там же черепа эти все вот это вот. Ну, и опять же, совершенно молча подошли, посмотрели так на девочку. Ну, там пейзанец такие... И они так как это, с пальцем так... Казино, рок, ключи от Мерседеса. Неплохо. И ушли в пустыньку такие, побрякивая. Дальше пешком. Да. Ну, дальше через границу нужно нелегально ехать. Они потом будут интересно ехать через границу. Вообще огонь. Ну, короче, сцена прямо, скажем, все лежать такие рожево-бой там. Ну, они красавчики все. И пейза не молчат. Латиносы-бандиты, я вот, кстати, все эти фотки у них, они на всех фотках обязательно доминируют. Да. Если латинос-бандит на фотке, то он... Всегда стоит вот так. Ну, чтобы смотреть на всех, это говно надо вот так. Постоянно задранное и интересное у них. Сейчас уже, наверное, мода-то меняется. Не так давно они все ходили во фланелевых клетчатых рубашках. Она должна была быть застегнута на одну пуговицу наверху, а дальше расстегнута. Белая маечка. Дальше шорты до колена. Белые гольфы. За каким бесом, блин. И кроссовки. Это красиво. И даже наши понаехавшие туда армяне и те одеваются точно так же. Интересно, кстати, там бандитские ОПГ, армянские, пардон, не бандитские, армянские ОПГ, там вроде тоже сильные такие. Ну да, там прям есть. Там еврейская – мафия, армянская – тоже почему-то мафия. Ну, это неправильно. ОПГ? ОПГ – какая-то мафия. Мафия даже в Италии далеко не везде есть. На Сицилии – мафия, а больше нигде её нету. Согласны. Итак, там. Это волонтаристское употребление термина. Мы это решительно не поддерживаем. Вот так вот. Отвергаем. Отвергаем это, да.